Музыка Наш театр Школа Современной Пьесы, как и все театры Москвы и страны, прожил эти непростые три месяца и, естественно, многому научились. Опыт, который возник в результате вот этого отсутствия на рабочем месте, прежде всего вот в этих самых онлайн-трансляциях. У каждого театра, и у нас в том числе, оказался огромный запас снятых ранее спектаклей и, естественно, и мы начали показывать, и начали смотреть работы других. И вот для меня сегодня принципиальный опыт этой почти трехмечной работы состоит в том, что просто вот поставить камеру или две камеры и снять спектакль – это очень плохо, это очень неверно. Потому что живой театр – это один вид искусства, а снятый на пленку, как бы это ни называть, телевизионный фильм, фильм-спектакль, съемка техническая – это другой вид искусства. Когда великие режиссеры, театральные режиссеры, Юрий Санчетов-Станогов, Эфрос, Анатолий Васильев, Петр Нович Фоменко снимали свои спектакли, это был другой жанр, это был другой способ подачи этой драматургии. Я это знаю по своему опыту. Я в спектакле «Современника» из-за писаклопати на эшелон 1945, я снимал их, как телевизионные фильмы. И некоторые спектакли «Школы современной пьесы», пришел мужчина к женщине, уходил старик от старухи, а что это ты во фраке, я снимал, и это совершенно другая декорация, это совершенно другая пластика, это совершенно другой реквизит, это совершенно другой способ существования артистов. Вот это главный урок, который вот за эти месяцы вынужденного существования вне сцены мы должны усвоить. Если мы хотим, чтобы о нашем спектакле зрители, которые не могут прийти в театр или почему-то театр закрыт, вот такой вот карантин, зрители хотят увидеть, и мы хотим, чтобы они увидели в определенном качестве, мы этим должны заниматься профессионально, художественно и, главное, технологически верно. Техническая съемка здесь не поможет. Вот это очень важный вывод из вот этой трехмесячной работы с экраном. Лично я для себя тоже обнаружил, что есть, что называется, скрытые резервы. Я очень много времени и в прошлом, и в последнее время все-таки отдаю телевизионным интервью, телевизионным передачам, участием в каких-то затеях телевизионных. И на это уходило огромное время. И я вдруг понял, что ничего страшного, ничего чрезвычайного в этом нет. Вот я сейчас поставил телефон, я нажал кнопку «Запись», и я вот для вашей телевизионной передачи записываю сам себя. У меня это займет несколько минут, и я надеюсь, что качество устроит тех, кто делает эту передачу. Проще говоря, для того, чтобы записаться на 3-4 минуты, не обязательно огромной группе приезжать в театр, не обязательно мне ехать в телевизионную студию, не обязательно вызывать огромное количество людей. Техника настолько сильна сегодня, настолько совершенна, что главное, мне кажется, содержание того, о чем идет речь, а не качество записи. Мало того, вот так получилось, пока шел большой карантин, огромное количество, просто очень многие телевизионные группы приезжали ко мне в загородный дом. Я в маске, они в маске, мы на расстоянии. Мы, не приближаясь друг к другу, соблюдая вот эту дистанцию, тем не менее записываем те необходимые минуты, нужные для передачи. И это тоже опыт, который, я думаю, в дальнейшем можно использовать и экономить свое и чужое время. И, наконец, последнее, что понравилось мне у коллег, я скажу, мне понравилось то, что реально, документально, буквально, а вот все, что художественно, все, что вычурно, все, что есть попытка найти некую вот такую онлайн-форму, к сожалению, мне лично не показалось убедительным. Поэтому из всего, что я видел у коллег, пожалуй, самое интересное – это Басилашвили, это Алиса Фрейнли, которые читали тексты врачей. Тексты буквальные, документальные, тексты о работе, о здоровых, о больных, о вирусе – это те самые тексты, которые живые, убедительные и то, что помогает человеку жить. И спасибо артистам, что они эти тексты озвучили. Вот это мне показалось интересным. Вообще, весь этот опыт трехмесячного карантина, конечно же, сослужил, безусловно, и добрую службу тоже. Он нас оснастил профессионально. Спасибо. 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 Спасибо.